Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1815. «Погасить навсегда в плоти похоть сразу ли удается подвижникам?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «То средство, которое Бог дал, они отвергли, а пользовались примочками, страшным напрягом, и в конце концов некоторые осознали, что здесь не будет им победы». Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». 1 Коринфянам 7.9. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». 1 Коринфянам 9.5. «Или не имеем власти иметь спутницу сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, то он речи оправдывающегося апостола говорит, что в невыгодном, в положении упрекаемого, быть может, от других является не женатый, а как раз одинокий, которому относятся слова Бога. Выдуманное монашество не могло по своему уставу принять к себе апостола Петра и братьев Господних, потому что иноки уже по ангельской шкале подвязались, и даже выше или ниже, по схеме, схеме. Они потеряли власть иметь жену, женой спутницу, потеряли по человеческим вымыслам». Псалом 118-113 «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Лука, память 7 февраля «Ненавистник же добра дьявол, хотя и всегда был, побеждаем с ним храбрым воином Христовым, однако снова задумал воздвигнуть против него брань. Желая нанести ему оскорбление и зло, он своими кознями устроил следующее. По его наущению из одного ближнего селения пришли к святому три женщины. С плачем и рыданием, припав к ногам его, они стали исповедовать свои тяжкие грехи и просить, дабы он своим добрым советом и молитвою исцелил их души. Святой Лука, желая всячески избегнуть их до коки и устраниться от них, отослал их к иереям, так как сам не имел сего чина, но был лишь простым, непосвященным монахом. Однако женщины эти не послушались святого, и он услышал здесь от них исповедание самых ужасных женских грехов. «Когда эти грешницы ушли, враг людей» Псалом 10.2 «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Снова напал на святого скверными помышлениями и в умершвленных членах его возбудил греховную брань. Дождем слез угасил пламень сей ужасной похоти и таким образом с помощью Божию стер главу адского змия. Многие, приходя к преподобному Луке, по своим нуждам и нарушая дорогое для него безмолвие, докучали ему, и он задумал уйти в более пустынное место. Только по канонам соборов, вселенских и поместных, и по правилам святых отцов видно, как стонали монастыри, сколько невероятных историй похоронено в пыли пустынь. Правила-то возникают не за столом у химиков, не в кабинете идеолога, а когда уже детище нахимичит, когда уже явно, то нужно принимать правила, менять статью в Конституции. Вот только всего лишь несколько правил против монашеской вольницы и их консервации на евнушеском ложе. Из монастыря не выходить. Четвертое вселенское правило. Что же скажем о сегодняшних монахах и иеромонахах, которые живут в миру, живут совершенно мирской жизнью, только официально не женятся? Слово мужеложества сегодня им ничем не грозит, даже епископу. А во времена святого царя Юстиниана эта статья работала безотказно. Кастрировать и отрезать детородный член каленым железом на лбу, выгравировать тавро, садомит и навечно заталкивали в рудники, чтоб белого света никогда не видел. Вот еще одно небольшое 18 правило Седьмого Вселенского Собора. Как прятать женщин, чтобы, упаси Бог, епископам не положить на нее глаз? Не худое что-то, а просто ее лицезреть даже епископу нельзя. 1 Тимофея 3,7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. На пребывание жен в епископиях или в монастырях есть вина всякого соблазна. Всего ради, если усмотрено будет, что кто-либо имеет рабу или свободную в епископии или в монастыре, поручая ей какое-либо служение, да подлежит епитемии, закостеневающий же в том, да будет извержен. Если и случится с женам быть в загородных домах и восхочет епископ или игумен путь творить там, то в присутствии епископа или игумена отнюдь никакого служения, да не исправляет в то время жена, но да пребудет особо на ином месте, да коли последует отшествие епископа или игумена, да не будет нарекания. Апостолы же были женаты и жены с ними проповедовали. Что-то схожее есть тут с Евангелием и с тем, что есть у монахов ныне. Наказание против монахов, вступивших в брак. 6-й вселенский, 44-е, Василия Великого, 6-й, 18-й, 19-й, 60-е, Антиохийский, 19-й, Гангарский, 10-е, если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над бракосочетавшимися, да будет под клятвую. Это правило никак не могло работать, ибо превозношение над браком дано в самом ангельском чине монашества, в словах блаженного Августина о тусклых звездах семейной жизни. Это равнозначно тому, чтобы член партии не считал себя в более выгодном положении, чем не состоящий в партии большевиков. Сон по бездорожью есть кошмар, мечты не сбывшиеся, как бы наяву. Война, ты прячешься, земной пылает шар, и люди мечутся в отчаянии, ревут. Чем отличается действительность от сна? Что происходит в мире ежечасно? Тревожить может наша совесть нас, и слово Божие, глаголющее ясно. Бог хочет говорить, а мы не слышим. Нам некогда, мы заняты в обидах. Но вот уснули, даже ровно дышим. Покойники, неважности, невида. Быть может, сон единственный момент, где с нами может Бог поговорить, нас вытащить из тьмы на белый свет. Мгновением пользуйся, усталый пилигрим. Христианину сны разгадывать нельзя. Но если крест показан был во сне, что ворожба, что сон, крива его стызя, слепой седок и на слепом коне. Всю ночь старушка замуж выходила, старик кричал, скрываясь от бомбежки. А батюшка всю ночь не мог разжечь кадила. Пастух коровье собирал лепешки. Приснится же такая кутерьма, что слышал, видел, прочитал, слепилась. Такой клубок, страшилка без ума. Переженились топоры и пилы. Но иногда предупреждение сон. Не выходить, в молитву углубиться. Прислушался. Глядишь, и был спасен. Ожил мертвец и избежал убийства. Ложись, читая, да воскреснет Бог. Знамением крестным оградись надежно. Мозгам дай отдых, отпуск для сапог. Во сне, чтоб душу враг не искорежил. 6 сентября 2003 год, игла.